доброе утро сегодня мы едем в германию баварские альпы я вот вышел из гостиницы сейчас по дороге к автобусу немножко поснимаем напоминаю что это городок родштадт а 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 это фрагменты старой крепости остались а сейчас будет старинная башня вот та самая которая первый раз показывал поэтому а а а а а вот шпиль этого собора вчера был в тумане а сейчас тумана нету вот я пришел эти пирожные видят долл месяца рогалики и там уже свое французское название а что касается почему мария но потому что вы совершенно правы католическая страна мария терезия была яростная ревностно скажем так католичкой и это самое главное женское имя хотя вы знаете какое самое распространенное женское имя я не говорю как бы но среди европейских народов скажем так и и вообще а более чем чем паре а паре я знаете почему паре потом завете было много комарей по морепы а вы сказали миссара с армении распространенное имя да ну это 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 англоязычное да много как бы большая территория не да да давиду да давиду очень распространенное имя но мне кажется уже больше мухаммад распространенное чем чем давид да мухаммад махмуд ну вот мы с вами на эти веселые ночи сейчас отправляемся гулять если вы помните чтобы едем с вами по аварию все раз всем доброе утро доброе утро марио тебе тоже от всех он ручкой машет вот двумя ручками машет и даже ножками машет и на педальке не жмет но у нас же автомат автобус в этом и так это марио тут и красоты автобус сам едет он уже знает куда ехать мы с вами на этой веселой ноте отправляем в сторону зальбурга мы по ней едем сегодня завтра может тут не поедем и зато тоже не поедем поэтому наслаждайтесь видами пока у вас есть такая возможность сегодня это очень красивая дорога мы видим перед собой в туман а если он рассеется то увидим с вами опять баварские альпы и самые альпы которые отделяют баварию от австрии почему произошла первая мировая война вы хорошо знаете правда нас в историю учили что сараево убили принца экс герцога фердинанда гавсбурга наследника убивают и убивают нас дети коалиции с германией да мы знаем что австрия германия турция это поговорим про большие страны до османская империя еще много-много-много разных стран с вам интересно откроете google и увидите большую-большую большую список маленьких стран но основные государства это австрия германия и османская империя что поступают в войну против их выступает коалиция потому что я тоже не получила билеты у нас есть резервации билеты я не получила но я не знаю номер автобуса мы видим уже отсюда да ой очень хорошо уже видно посмотрите вот наверху на горе вот это построение это и есть чайный дом и куда мы с вами будем подниматься сейчас сейчас вот эти ветки с левой стороны сейчас нам мешают они туда пришли и начинали начали думать что с этим делать как надо сделать так чтобы не было поклонения потому что германия фашистская как бы разбита и никто не хочет возвращение этого всего никто не хочет сильной германии такой вот с этими с фашистами вот наверху видите вот мы его с вами увидим на самом деле радует раз мы видим его то он видит нас значит у нас по идее пока что должна быть там видимость это есть хорошо и что решают сделать а там же как то вот мы вчера были с вами во дворце там не только вот на ходу приезжали гуляли водой обливались и уезжали а там же обочивание а там же кабинет вы понимаете как что сделали значит зал зал в котором там приводили столовку он был столовка панкета зал камин который подарил муссолини гитлеру оставили мы его с вами увидим и вот там где спальни да там комнаты внутренние были там сделали кухню поэтому ведь как как бы вот места для поклонения собственно говоря и нет и потом уже позже сделали это часть национального парка собственно говоря музея так что можно сделать наверху наверху можно пройтись видите как туман раз не было опять есть наверху можно вот так потому что так там что тумана вот на самом из ней нет наверху можно пройтись там есть крест наверху как всегда в горах ставили кресты ставят кресты для того чтобы ну как бы ближе к богу читается там есть крест там есть дорожка только очень аккуратно не стойте на краю чтобы не упасть вниз недавно помните израильтянин один погиб упал сорвался в этих местах я вам расскажу где он сорвался нет тут он сорвался не в Орлином гнезде да он на горе Вайцман сорвался я вам расскажу гору Вайцман когда мы с вами поплывем на Кёнице по озеру поплывем в сторону Светового Барфоламия я вам покажу гору Вайцман мы уже в Германии я не заметил как пересекли границу ее просто не было сейчас будем подниматься на Орлиное гнездо я вам покажу Автобусы везут туристов в Орлиное Гнездо, и мы сели в один из них. Здравствуйте! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...